вот про эти синие трубы я и говорила установили на леса на плац и тут зачем не пойму вот видите, дверь идёт может кто-нибудь знает, что это такое, для чего погляньте, они по-моему вправду до небес собрались построить ужас какой-то, ужас, идём вон туда сходим вот мы с вами, вот я иду, а вы со мной, показываю вам это вот здесь у банков Варшау-штрассы и вон туда сейчас свожу, покажу вам этот знаменитый мост Варшау-штрассовый, нет, он не Варшау-штрассовый, сейчас посмотрим доброго времени суток, дорогие друзья здравствуйте, прекрасные люди я решила еду от, не от, а с терапии и решила вам наш Варшауэрский, Варшавский, Варшауэрский мост показать вот, сейчас покажу, поснимаю вам вот мы под этим мостом с вами идём сейчас сюда рычужку вот он, проходит с электричкой вот такие экспонаты, дыбчатые стоят проходики плавают ещё немножко покажу и пойдём дальше туда Варшау-штрассы Варшауэр-штрассы вот туда забыла, как назвать ну, в центр города ехать, да? сейчас перейду на ту сторону чтобы мост заснять с улицы вот скажите же, красота лёпота лёпотища что-то не видать изгон не проходит а, вон, проходит вдалеке проходит, наверное, заметили только что прошёл сейчас солнце светит отбликивает от воды и мне не видно сейчас пойду на ту сторону тут ресторанчики над берегом лёпота а тут дорога сейчас с той стороны на светофор надо вернуться мне ну, вот отсюда он вот как выглядит вот там банков у банков то есть по-русски метро вон оба идёт как раз здесь он идёт дальше середины города он заезжает по верху потом в подземелье потом опять выныривает всё вот так можно спуститься до крыльчки но я не буду это потом как-нибудь с дочкой погуляем название обербаум брюки но что-то мне кажется он не так называется сейчас а нет всё-таки так вот он что-то не пойму был построен 1894 1895 это не начало а конец 93-94 не знаю ничего не написано ничего не написано в этом плане в этом плане вот тут тоже гулять вон там споку здания видите стена белая с той стороны она разрисованная сейчас схожу немножко вам покажу тоже поснимаем это вот стена шла тоже этот мост был как таможенный мост да уже с той стороны это ФРГ а вот за стеной вот та часть это была ГДР вот красота сейчас вообще деревья все распустятся и будет вообще для потищи здесь красиво снимать когда солнце заходит вот еще поснимаю и пойдем к стене сходим вот стол прожала да хотела возле него поснимать но там дядя вон спит на лавочке не будем мешать вот это граница с этой стороны шла стена да вот вот стена непосредственно надо подальше мне было видно ее здесь перерисовывают это может быть разрешено берлин берлин берлинская стена буду идти вам снимать главное чтоб меня велосипедист какой нибудь не снес вон самолет все разлота зачем вам самолет зачем показывают то вы самолетов не видели да ну ладно вот видите велосипедист велосипедист господи ну какая машинка тут музей и ресторан нет нет эс-зайт отель вот нет что-то молодежь гуляет она на другой земле наверное каникулы сейчас 60 после 61 года ее устанавливать начали упала она вот ее ну как границы разрушены были 9 ноября 89 года разукрашивать начали в феврале с февраля по сентябрь 90 года инстант из этого или я не пойму 2009 вот по-моему американские волейболисты или английские или баскетболисты здоровые дяди два с чем-то метра разговаривают на английском на других землях видно начался начались каникулы у нас по-разному как я уже говорила да наших детей с этой недели начало учебы а на других землях каникулы вот дети смотрю гуляют это я говорю это я говорю для тех кто не из Берлина не из Германии интересно закрасили убрали эту картинку где там Брежнев целуется сейчас посмотрим дойдем поглядим экскурсия молодежь показывать не стала нельзя да неужели закрасили уже где-то здесь должен был быть я вас трясу извиняюсь но палочку свою модную новомодную еще никак не опробуем вот закрашенный литий возможно закрасили где он целуется пойду дальше здесь опять разрисовано видите группы да у кого-то каникулы и приехали в Берлин ну вот не закрасили среди этой смертной любви артист Дмитрий Врубин ассистент Виктория Тимофеева разрисовывают практически все русские Алексей Каранина отрисовал окно в Москву в в Китай Эвери не знаю что такое и Берлин с разрисованной стеной в Москве красный этот как стена Кремль много туристов сейчас с утра еще не так много к обеду после обеда будет вообще много как каких только языков нету этим мне Берлин нравится здесь какой только язык не услышишь здесь было растение кто-то ставил цветы кто-то ветки эти вообще здесь было растение ну еще посадят я думаю ну туда дальше не пойду еще идет кусок стены да самое интересное я вам показала и вот где шло сейчас покажу именно здесь именно здесь вот хорошо видно вот видите вот одна стена с одной стороны да и вон тот кусок второй стены который принадлежала ферги между ними был пункт вон там уже виднеется Александр плац вот здесь у нас Берседес Бенс арена ледовый дворец много видите группами ходят приехали туристы голоса языки разные ледовый здесь дворец да здесь и выступают часто артисты приезжают из России из всех стран и хоккей здесь я была здесь на хоккее один раз потом поняла что это не мое сильно перенервничала болела так хоккей потом ну все что ледовое да как-нибудь еще с дочерь придем на зону Нонтерганг вот то есть закат на закат вот ну спущусь еще к речке пойдем группа французов сзади меня распознаю некоторые языки здесь вот подходит вот один из пароходиков вот видите причалом можно заплатить денежку прям людям и поехать кататься ну вот вот мост мост и красиво 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 репотища солнце Знаете, как пригревает аж это? Горычо. Горычо. Красиво. Обожаю свой Берлин. Мой Берлин. Присвоила. Ветерок припудрил меня. Ну как вам нравится вообще? Я смотрю, что мало смотрят. Мало людей смотрят. Я это ушел. Сейчас я, если придет, я его обязательно сниму. Такой малыш в таком костюме. Вон там телевидение ходит. Видно, его и снимают. Вон там возле стены что-то делает. Я смотрю, что мало просмотров именно прогулки по Берлин. Я не знаю, мало кому это нравится. Но я это буду делать, потому что я сама люблю гулять. Во-первых. Во-вторых, хотя бы один человек, если доволен, то и я довольна. Меня просто удивляет, что... Я вообще такие видео сама люблю смотреть, да, смотрю. Прогулки, что-то новое узнавать. Просто удивляюсь, что мало кому это интересно. Может, именно мои прогулки не интересны. Вон он, мостик. Вон там, дорогие, этот малыш. И теперь меня его снимают. Все там, пойдем. И еще мальчик. Вот памяти. Наше такое телефоне. Вот такой маленький. А именно с ним. Вон там, маленький. Вон там. Вон там... ...садим! Вон там. Уберется Оттуда еще идут туристы Туристы ходят Все, пойду До дома, до хаты Такие автобусики Прогулочные и двухэтажные ездят Еще раз подошла я Тут малыш идет с нами Хотела фотографию сделать Сбрежнуть Не успела Толпа народу пришла ДИНАМИ Один ДИНАМИ Толпа Польские туристы. А не то, что нет, что ты сюда. Не как все. Как вы видите, есть разные образы. Часто мы говорим о больнице, о Берлине. Прям сбежала уже оттуда. Ой, теперь солнце и глаз. Вообще раздеваюсь, все. Можно в сутболки ходить. Пойдем. Подошли молодые девчонки. Русскоговорящие. Стоят, говорят, ты уверена, что это Брежнев? Я говорю, девочки, я вам подтверждаю. Сто процентов. Это Брежнев. Девчонки даже молодые не знают, действительно ли это Брежнев. Вот так-то молодежь уже ничего не знает. А мы-то жили при этом генсеке. Да, в генеральном секретаре. Президентов же раньше не было у нас в Советском Союзе. У нас были генеральные секретари. Ну что, пошла вот эта стоянка между домами вон. Да, строится, смотрите. До небес, которую хотят поднять. Ой, пойду на Эзвен. Если что-то еще встречу по дороге. Снему. Поближе мост. Группа ее селась какая-то. Тут это типа как ресторан, что ли. Он не ходит, этот пароходик. Так. Вот. Вот. Покажу еще с этой стороны. Я приехала уже домой и смотрите, я не могла пройти мимо. Поснимала. Поснимала. Поснимать хочу вам. Смотрите. Вот такие малюпуски, такие красивуськи. Там усыплю все так, их практически не видно. Ну, для видео. Вот. Для меня хорошо видно. Вот так и вам будет хорошо видно. На красивуськи. Пойду по магазинам, еще похожу. Смотрите, как нарциссы вообще раскрылись. Как ромахи такие большие стоят. Смотрите, какая красота у нас тоже распустилась. У нас цыпленочков. Детешек повели тоже куда-то. Ну, красота. Сейчас я на лавочку сумочку поставлю. У-у-у. Уписаночки. Ага. Опоздунья. Ну, нет. У-у-у-у. У-у-у. 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 Пашки пораспустились. И вы это и любите. Да не, наверное, не любите. Я туда не пойду. Вам виднее, потом напишите мне, кто это. У меня солнце отвечает. Не вижу. Красота. Ну, я покажу, может, кому-нибудь интересно. Опять же, закупку, да, пришла в магазин обязательно обошла. Вот. В Росмане права. Значит, соберу вот такие, доча, я каждый месяц обязательно меняю, а то два раза в месяц эти вихотки, да, для мытья. Доча моет с такой. Я вот с такой деручкой, соответственно. Вот эту деручку я применяю на лицо. И вообще вихотка это для лица, а так для тела у меня большая. Доча беру иной раз вот такие вот еще вихотки со всякими там этими наполнителями, да. Это коньяк, коньяк, кёрпель, флеги, швам, алоэ вера. Тут, в общем, не знаю, коньяк, что тут подразумевает под этим, но она наполнена алоэ верой, да. Вот. Вот. Вихотки вот эти вот сейчас скажу. Так. Что, 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 что? Вот, бадыш вам. У нас идет одна за евро сорок девять, вторая за девяносто девять. Вот это девяносто девять центов, это ойро сорок девять. Ойро, потому что у нас говорят ойро, если кто не знает, это не евро. Но один евро сорок девять центов тогда, значит, обозначает, когда я так говорю, да. Вот это коньяк, она стоит три сорок девять. Вот она. Крем для лица я беру все время только вот. Инфидлихиха, вот это, то есть, подходит и для аллергической кожи, да. А, вот, крем этот для лица только беру. Только такой, вернее, крем беру для лица. Сейчас. Так, где, 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 где. А, что ж такое? А, ну, сразу скажу, вот это вот, коли попалось, семьдесят пять центов стоит, да, тамоль. Специально соль, это идет для посудомоечной машины. Даже вспомнила, как называется, два килограмма. И вот стоит всего на семьдесят пять центов. От разных фирм, разные цены, да. Каждая фирма еще за свой бренд, значок берет, да, в деньги. Мне это не надо. Прекрасная эта соль простая, семьдесят пять центов. Мне хватает надолго насыпать, да, в эту. Так, вот это вот, это такая в бутылке игрушка. Это я взяла для внучи своей. Она стоит вот, вид чего-то там, двадцать одно евро девяносто девять центов. Так, взяла еще носочную пряжу, еще одну, тоненькая. Я еще выпишу махер, да, такой, такой недорогой. И буду подмешивать, потому что тот носок уже начал. Резинку буду вот такой вязать, а дальше буду махер обязательно подсупонивать сюда еще, да. Потому что оно сильно тонко. В общем, так она стоила, уже тот раз я говорила, но еще раз скажу. Вот она, сорок четыре евро девяносто девять центов. Вот такой беру себе не вею для рук. Крем очень хороший, у кого сохнут сильно руки, да. Вот очень хороший, он не оставляет на руках. Крем все впитывается и руки долго, правда. Один раз я в день вот на ночь своим мажу и мне хватает. Он стоит, сейчас найду, вот он. Один евро восемьдесят девять центов. Так, вот это уже, крем для лица. Так, это стоит два евро шестьдесят три цента. А такой же беру для тела. После ванны обязательно раз в неделю все тело намазываю себе. Он стоит, вот, молоко для тела, да. Один евро девяносто девять центов. Тоже для аллергитиков. Так, по Росману все. Так, сейчас по Риве, да. Риве вот такие. Сейчас стало только в Риве их брать, которые не как вата, знаете, такие, а хорошие они, плотненькие. Вот их. Они дешевые. Сейчас я по цене. Вот они они. Восемьдесят девять центов. Вата пацана у нас называется. Ну, люксусную туалетную бумагу брала, уже показывать не буду, да. Так, сок апельсины. Вот две штуки брала. Пауэра 49. Она не изменилась. Так, это конфетки. Вот свои любимые вот эти. Еще пачку взяла. Так, дальше по списку прям буду идти. Так, взяла Твикс и Сникерс. Каждая пачка по евро восемьдесят девять центов. Доча берет. Внуча, когда приходит, она Твикс очень любит, чтобы лежала. Вот. По чуть-чуть осталось дома еще, но вот запас что был. Так. Дипчиз. Это вот этот вот, это сырный дип для чипсов, да. То, чего есть. Но я его тоже люблю. Я его могу, ну так, я чипсы не ем. Могу так с чем-нибудь поесть. Сырный соус. Очень вкусный. Он стоит, вот если от фирмы я брать, да, то он стоит всего девяносто девять центов. А другие два евро и два евро с чем-то доходят. Он есть и томатный соус, да, томатный я не беру. Ну, бренд берет за свой бренд, да, за свой значок. Так. Салатный майонез. Взяла вот такую банку первый раз. И то последняя была пятьсот миллилитров. Потому что тот, который всегда беру, его почему-то нет. Уже несколько дней нет, у меня запас подходит к концу. Девяносто девять центов. Так. Взяла вот такие. Так. Нет. По списку уже идем. Да. И они идут. Это томатная паста. Вот. За каждую по двадцать девять центов. Вот такие баночки. В них. Вот мне нравится. Одну сразу открыл. Семьдесят грамм. Одну открыл и сразу использовался. Так. На всякий случай. Я редко. И у меня, потому что перечная паста есть в турецком магазине. Так. Это сказала. Шока Криспис. Так. Это сюда. Это вот эти Келакс. Для дочи. Завтрак. Она есть иногда. 2 евро девяносто девять центов. Био Динкенбе. Мель. Это мука. Полбовая мука. Взяла. Я хочу на ней сделать закваску. Или как она называется. Подождите. Ну да. Наверное закваска. Я хочу вырастить. И по чуть-чуть хлеб печь. Именно на закваске. Не на дрожжах. Вот. Поэтому взяла. Полбовая мука. По-русски это. Так. По два девяносто девять за упаковку. Две пачки взяла. Это. Наггетсы. Детям. Как всегда. Так. Кремы. Вот это. Фрахы. Флаха. Я ее называю. Ее как поймешь. Не знаю. Она по-моему польская. Это жирная сметана. 200 грамм. Вот одна. Это баночка. Да. Классическая. Тридцать процентов жира. Она не кислая. Которая. Она стоит по семьдесят пять центов за баночку. Так. Клубника. Один евро шестьдесят девять центов. Это тут пятьсот грамм. Вот взяла. Ну все наверно. Что у меня тут еще? А. Бельгийские вафли. Каждая пачка по евро восемьдесят девять. Вот три штуки я брала. Я уже показывала не раз. Может кто-то первый раз загонит. Очень вкусные. Вот. Так. Гланс брод. Это один евро пятьдесят девять центов. Это вот этот вот батон белый. И вот этот у нас ойроброд. Вот на нем даже написано. Один евро. Вот. Хочу начать сама печь. Хлеб. Я уже пекла. Ой. В Казахстане мы петлицами. Микро-петли. Когда у нас света не было. Ну вот сейчас что-то хочется опять самой попечь. И именно на закваске. Ну все. Вот такие запасики притащила в клювики. А. Не сказала. Это уже. Гефлюгель с салями. С салями. В нем есть все-таки чуть-чуть свиного мяса. Но вообще это индюшина. Да. Колбаса. Эта дочь есть ее. А вот она. Она самая. Первая. Один евро. Семьдесят девять центов стоит. Все. Разгребаю все. Что службу несешь? Не успела я прийти. Он уже на службе. Да? Мурняка-размурняка. Угу. Еще. О. Вот так вот. Как этот. Барашка. Лбом своим. Бамс. Бамс. Мне так жарко. Я так упарилась. Что. Носки пока не одеваю. Сигать будешь? Ну давай. Давай. Сигать будешь? Ну давай. Уже слышу. Сема идет. Идти вся красная пришла. Потому что жарко. Прям умаялась. Завтра не знаю опять идти. На термин. Смотри. Правую руку прям не могу держать. Все. Ничего. Правая рука что-то мне опять дает. Прокакаться. В общем. Завтра опять идти. Я даже не знаю. Куртку, джинсы. Но с утра еще прохладновастенько. А вот уже ближе к 11-12 дня уже все. Дыхать нечем. Вот пришла вся красная. Прекрасная. Левой неудобно. Правой не могу держать. Телефон. Все можно. Тоже без него никак. Мурняки-размурняки. Все. Ладно. На этом все. Тогда попрощаюсь с вами. Всем всего самого-самого прекрасного. Благодарю вас всех за то, что вы со мной. Не забывайте подписываться. То есть нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить последующие видео. Ставьте пальчик вверх, если понравилось видео. Пальчик вниз, если не понравилось. Ну и пишите комментарии. Пишите, мои хорошие. Вот. Что еще хотела сказать? Божьи благословения и благословения, если это две разные вещи. Исполнение мечта желания, достижение целей. При исполнении достижения, чтобы не пострадала ни одна живая душа. Ни одна. Вот. Здоровья, счастья, любви, удачи, успехов. Мирного неба над головой. Вот такого прекрасного, солнечного. У меня мух еще больше. Ой, отсвечивает. Но там солнца. Солнца! Солнышко. Выглянуло солнышко, светит на лугу. Я навстречу солнышку по траве бегу. И ромашки белые рву я на ходу. Я веночек сделаю. Солнышко в плиту. Правильно спела? Детская песенка, да? Все. Люблю, ценю и уважаю. Бога нам всем помощь. И еще раз. Мирного неба над нашей планетой Земля и над нашими головами. Над всем живым и неживым. Мирного неба над головой. Пока-пока. Пока-пока.